Друзья, это видео ссылка. Под видео вы найдете ссылку на вот такую вот длинную статью. Я ее писал для ребят школы. В чем может помочь эта статья? Особенно тем, кто начинает изучать языки программирования. Я зачитаю некоторые цитаты. Я не могу двигаться этим путем 8 лет назад, я бы был совершенно уже в другом времени. Не повторяйте моих ошибок. Прочитав эту статью, прежними вы не останетесь, равнодушными точно не останетесь, потому что я показываю комплексно, потому что я уже программист, потому что я программист, который когда-то где-то немножко испугался. Я подумал, возьму только Python. Как я выучу другой язык? Время расставило все на свои места. Второй, третий. Сегодня я знаю несколько языков. Также я рассказал о своих ошибках при выборе языка. Например, первый мой язык был C. За 8 лет я ничего на нем не написал. Не потому что он плохой. Потому что мне не нужно писать драйверов. Потому что я не собираюсь писать пока другие языки. То есть это не входило в то, что я хотел делать. Но год был затрачен. Просто выброшен. Дало ли мне это понимание? Да не дало. Потому что это был первый язык. И изучать первым языком C дело довольно глупое. Грубо говоря, полупонимаешь, полупонимаешь. Просто-напросто набрал мусора в голову. Я же сказал, не надо обсуждать. Меня, если кто-то не согласен, выключите видео и все. Если бы я собирался на тот момент писать какой-то другой язык, наверное, это был правильный выбор. Но C надо учить осознанно. Поэтому в этой статье я рассказываю о том, что языки должны применяться. То есть те языки, которые вы применяете ежедневно. Что входит в вашу сферу интересов. И то, что входит в потребности времени. Иначе ваши знания будут нужны только вам. Больше никому. Будет очень горькое разочарование. Тем не менее, я могу сказать, что я не сильно ругал себя. Потому что, когда я первый язык выбрал Python, я попал в точку. Сегодня я работаю с сайтами. Второй язык, который вы прочитаете, это Kotlin. Вы прочитаете, почему открывается очень большой мир. Вы разберетесь и поймете, нужен вам сегодня тоже Go или нет. Я для себя разобрался. На сегодняшний день мне не нужен. Это неплохой язык. Но язык Go для поддержания больших веб-платформ. Это его основное назначение. Мне сегодня хватает Django. Инстаграму хватает Django. А вот Google не хватает. Правильно, они будут применять Go. Хотя язык великолепный. Возможно, и он мне когда-то понадобится. Когда понадобится, я и выучу. Я рассказываю в конце, привожу много пунктов. Наверное, 14 осмысленных доказательств с точки зрения программиста со стажем 8 лет. Почему надо готовить из себя много профильного программиста, которого требует сегодня времени? Будет ли на это действительно затрачено больше сил или это наш внутренний страх? На самом деле, скажу вам сразу, нет, не больше. Просто грамотное распределение времени. Нажимайте на ссылку внизу видео. Читайте статью. Прежним вы не останетесь. По крайней мере, 100%, что путь ваш изменится. Потому что вы начнете думать. И вы начнете думать опытом 8-летнего программиста. Даже если вы сегодня только делаете первые шаги, я даю ему возможность посмотреть с моей высоты. И поразмышлять именно с этого пути. Я уверен, что ваш путь изменится точно. Ваши решения будут более точные, более осмысленные. Значит, через 8 лет вы будете намного дальше, чем я. Спасибо.